Приветствую Вас Виктория. Давайте разберем Ваш вопрос, который Вы задаете. Суть в том, что Вы не завершив и не прочувствовав расставание с одним человеком, не завершив, не осознав, не прочувствовав свои изменения, в результате которых наступился, собственно говоря, этот холод. Вы бросаетесь в другие отношения, где пытаетесь как бы заменить, вернуть статус-кво тому состоянию, которое Вас было. Ну, по сути, это как бы получается такая, типа как таблетка, да, то есть вот, ну, когда вот плохо вот я сейчас лекарство приму, да, и мне станет хорошо. Вот примерно такая реакция вот происходит. По сути, Вы демонстрируете сейчас такое состояние, при котором Вы не можете жить самостоятельно, что Вам нужен кто-то, чтобы Вам было хорошо. И это, на самом деле, очень печально и грустно, если мы говорим, ну, непосредственно, про Вас, потому что Вам, как, ну, как отдельному человеку, свойственно, некоторое самостоятельность, свойственно, уникальность, свойственно, универсальность, вот. А это у Вас, ну, по факту нигде не происходит. Вот. Потому что, повторюсь, вот у меня такое ощущение возникло, что вам нужен кто-то, чтобы чистить себя хорошо. Вот. А это, это, я бы сказал, весна такой фактор, ну, тревожный, скажем прямо. Вот. Это тревожный фактор. Вот. И, на мой взгляд, с ним Вам нужно что-то делать. Вот. Что и как делать. Это уже вопрос. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, ситуация вот такая. И то, и то, что Вы сейчас спрашиваете, как в такой ситуации быть, да, свидетельствует о том, свидетельствует о том, что вот в себе доверять, вы, к сожалению, не привыкли. Хотя, казалось бы, что может быть важнее, что может быть важнее, чем сделать. Сделать доверие себе основной, ну, как бы такой линии своего поведения. Тем не менее, тем не менее. Помните меня правильно, я не думаю, я не думаю, что, значит, ну, я не думаю Вас обвинять, вот, в чем-либо. У меня такой задачи нет, я не хочу Вас обвинять, ни в чем. Вот. Поэтому, поэтому, я хочу просто обратить Ваше внимание, да, на вот этот момент. И те и другие отношения, скорее всего, скорее всего, значит, для Вас, ну, являются такими, знаете, не совсем гармоничными. Вот. А, такая проблема. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. И, да, вопрос, конечно, заключается в том, что Вы, ну, ну, что Вы будете с этим делать, вот, вопрос заключается в том, как Вы, как Вы с этим обойдетесь, вот. Как Вы, как Вы, как Вы, вот этот момент, момент в себе, выразите, например, там, ну, условно говоря, как Вы выразите этот момент, допустим, мне или другому, или другому человеку, любому абсолютно. Вот. Ну, то есть, зависит от Вас. Вот. Если Вы прислышите к себе, если Вы не будете, честно говоря, там, не знаю, спешить с тем, чтобы, там, получить от человека то, что Вам, к примеру, нужно, вот. То, по моему взгляд, ваши шансы понять, как поступать в то или иное ситуации, повысится. А так Вы можете просто все время нуждаться в ком-то, чтобы Вам говорил бы, как Вам поступать. Ну, по большому счету, то Вы меняете одну зависимость на другую, да, как бы. То есть, ну, сейчас это, грубо говоря, психолог, вот, человек, к которому Вы обращаетесь. Например, например, в другое время это, там, не знаю, будет Ваш друг, подруга, вот. Или, может быть, что хуже, другой, вообще другой человек. Понимается, да. Поэтому, мне кажется, что обращать, ну, вот, обращать внимание, да, нужно на вот этот момент. А дальше уже смотреть, что здесь, ну, что здесь Ваши, там, грубо говоря, да, что здесь не Ваши, грубо говоря, и так далее. Вот. Вот. То есть, это такая будет история. Такая ситуация. То, что я могу Вам сказать сейчас. С точки зрения психолог, с точки зрения психотерапия. Вот. А по помыслу Вас, ну, на самом деле, не так много информации просто по ситуации. Вот. Я не знаю. То ли, то ли Вы обесцениваете, то ли Вы обесцениваете свои отношения таким образом вообще. Вот. То ли, то ли Вы, ну, как-то вот еще действуете, да, значит, что не хотите более пристально это изучать. Мне кажется, по отношению к Вам, это пренебрежение и неуважение. Вот. Поэтому, если, если Вам важно разобраться в том, что происходит с Вами. Вот. То, наверное, имеет смысл как-то больше информации предоставить. О том, что, ну, о том, как, вот, как развиваются, может быть, ваши отношения. Как Вы сами, ну, что Вы сами, там, сами, ну, что Вы сами делаете. Ну, вот. Понимаете, да? Как Вы, мам, мам, вот. Так что, тут, так вот. Как мне кажется, как мне кажется. Вот. Так, я думаю, Вам можно ответить. А, значит, вот Вы пишите, с одним человеком 8 лет отношения на спилхоз, расстаться не могу. Почему не можешь, непонятно. А то есть, наверное, разбирать. Появляется другая, которая хорошая, но вложение не подходит мне. Что значит, вложение не подходит Вам, если человек живет каждый сам по себе. Мне кажется, что в этом и заключается проблема. Что Вам нужен кто-то для жизни. Для жизни Вам нужны только Вы сами. Вам не нужен другой, эээ, другой человек для жизни. Знаете, такая штука. Вот. А, ну, тут опять же. Тут опять же. Вы можете воспринять все стыки. А, ну, эээ, изначально. Вот. А, ну, эээ, ну, я бы сказал, что не пробиться. То есть, я просил Вас не пробиться, отвергать то, что я говорю. И стараться, наоборот, прислушаться к этому. Может быть, эээ, что-то из этого Вам отключится. Может, из этого, что-то из этого Вам понравится, что-то из этого Вам покажется. Все-таки, ну, не таким. Может быть, ээ, не таким не нужен. Вот. На этом все. Пожалуй, на этом. Эээ, я думаю, что, эээ, можно закончить мой ответ. Эээ, вот. Я надеюсь, что это Вам полезно. Эээ, вот. Желаю Вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что, эээ, ситуация Ваша будет разрешена. Всего самого добра. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...